Добрый день! Я, Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Не так давно многие из вас, наверное, видели сюжет, который был посвящен научной, общественной, практической конференции о великой Владимирской княгине Марии, которая вошла в историю под именем Ясыня. Здесь, в храме Ефросиния Московской, мы встречались с настоятелем храма, иеромонахом Клавдианом, и говорили о подготовке этой конференции. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте! А теперь мне хотелось бы, чтобы мы, отец Кладиан, подвели некий итог этой конференции, поговорили бы о том, что, может быть, нового мы даже сами с вами узнали, и что нового узнали наши зрители, и вообще, что нового об этой великой женщине узнала православная Россия. Да, я как раз тоже хотел бы, прежде всего, отметить тот интерес, который проявили участники конференции. Мы постарались пригласить большой круг людей, это и представители администрации нашего города. Мы разослали приглашения и в посольства и Южной, и Северной Осетии, пригласили священнослужителей, владык, для того, чтобы познакомить всю аудиторию наших прихожан с жизнью этой святой. Конечно, это происходит традиционно, мы стараемся традицию сохранять. Мы совершили благодарственный молебен Господу нашему Иисусу Христу, Божией Матери, помолились самой преподобной Марии и Сыне вместе с духовенством храма и спросили благословения молитвенное на то, чтобы эту конференцию провести. И затем спустились в нижний храм, где проходила конференция, и зачитали приветственные слова. К сожалению, не все приглашенные участники, гости смогли быть. Кто-то из них дал нам возможность познакомиться с их отношением к этой святой письменно. Но понятно, что будничный день был, мы не могли собраться в другой день. Но действительно, и приехали не только представители духовенства, администрации, руководства, но и были люди, которые своими научными трудами прославляют эту святую письменно. Я хочу вас, извините, перебью. Я должна сказать, что у нас же было приветствие заместителя мэра города Москвы, Сергея Семеновича Садлянина. Было приветствие Горбенко, который курирует департамент по общественным, религиозным и межрегиональным связям. Он прислал нам приветствие. Это большое спасибо правительству Москвы, что они так отреагировали на это. То есть они поняли, наверное, важность того, чем занимается храм и необходимость проведения конференции. И у нас был заместитель руководителя департамента по межрелигиозным и межнациональным связям правительства Москвы. Так что, я думаю, у нас такое было достаточно представительное собрание в этом смысле. Безусловно. И реакция именно... А, прошу прощения, я не взяла Блаженов Константин Леонидович. Я забыла за его фамилию. Он заместитель и начальник управления руководителя департамента. Так что, ну, большое спасибо и Сергею Семеновичу, что он поручился к заместителю нам отправить. Да, такое приветствие и руководству департамента. То, что они нам направили своего заместителя, он принимал участие здесь. Да, и отрадно, что все-таки руководство нашей страны и города Москвы понимает значение этой святой. И национальная политика, она все-таки, слава Богу, связана с прославлением и образом тех людей, которые собирали, так сказать, нашу землю, были источниками созидания, так сказать, святости. И, конечно, это отрадно, что все-таки не просто прихожане, не просто люди, которые знают об этой святой, но реагируют тоже люди, которые управляют нашей страной. И, конечно, научные сотрудники различных исторических институтов Кремля выступили с докладами и раскрыли нам детали обретения мощей Марии и Сыне, которое недавно, так сказать, произошло. Детали исторического характера и разрушения в Вознесенском монастыре, где поколились мощи Фросиния Московской, перенос мощей святых княгинь в Кремль, в соборы. Было много сказано о самой Марии и Сыне, как о прародительнице наших святых потомков, святых предков и Александра Невского, Даниила Московского. Трудно в двух словах сказать. Мы информацию или доклады планируем издать. А собираем потихонечку, да, собираем. И, конечно, в общей конве нам удалось как-то ближе познакомиться с образом этой святой и в какой-то мере, наверное, заложить дальнейшие труды или дальнейшую программу для того, чтобы уже познакомить более широкого читателя и зрителя с жизнью этой святой. Вот смотрите, Владимир, она Владимирская книгиня, да, а мы в Москве занимаемся и собиранием материала, научных фактов о ее жизни, делаем фильмы. Иногда говорят, ну, слушайте, а что вы, вот она Владимирская, вы тут московские, с чего вы тут начали? И начинаешь объяснять, кстати, сами владимирцы, увы, не подозревают о том, что она была бабкой Александра Невского, нашего великого святого, что она была матерью удивительного великого князя Георгия Вселыча, мученика, который тоже прославлен русской церковью, что она, оказывается, прапрабабка Дмитрия Донского, Просения Московской, Данила Московского, батюшка, да, основателя, по сути, московского государства, как все-таки, как царство, наверное, уже. Да, вот удивительно. Вы знаете, вот Владыка Евлогий, митрополит Владимирский и Суздальский, прислал тоже послание, приветствие нашему собранию, и отметил некое незаслуженное, забытое имя Марии и Сыне, и, так сказать, своим благословением направил наши сердца к тому, чтобы мы более глубоко осознали значение этой святой, этой России. И поэтому, конечно, поддержка со стороны владимирцев и духовенства Владимирского мы ощутили, и радость в том, что мы занимаемся прославлением этой святой, а мы прославляем ее только потому, что она, как историки, так сказать, предполагают, и, скорее всего, это так, только потому, что Евросинья Московская, как потомок Марии и Сыне, и Мария и Сыне была образцом для подражания о самой Евросиньи Московской. Она в своей жизни почитала Марию, молилась, конечно же, ей, и поэтому для нас тоже это дорого. Мы прославляем Евросинью Московскую, как почитают ее святую, ее значение для города Москвы. Видим, откуда она черпала духовные силы, какие она примеры, так сказать, в своей жизни брала. Поэтому вот эту вот линию мы хотим как раз подчеркнуть, эту связь глубинную и значение этих святых, святых жен, а в нашем современном обществе и в современном, так сказать, контексте это особо важно. Нам очень важно иметь образцы для подражания. Поэтому все это понимают. Я думаю, кто бы не узнал об этой святой, когда мы о ней рассказываем или показываем фильм, который выясняли, как Мария и Сыне, собирательница земли русской, как знаменитая прабабка князя Александра Невского, все, конечно, понимают значение этих святых и необходимость в знании о них. Причем, смотрите, если мы обратимся к истории, к тому же Крамзину, он о ней пишет. Нельзя сказать, что мало. Потому что о некоторых женщинах вообще просто что-то такое вскользь. То ли была, то ли не была. Когда родилась, когда умерла, непонятно. А ей даже в некотором смысле повезло, в отличие от многих женщин в истории. И Крамзин ей уделяет достаточное внимание. Причем приводят слова современников, которые называли ее и вторую Ольгую, имею в виду нашу равноапостольную Ольгу, и Еленую равноапостольную, и императрицей Феодорую. Вторую Феодорую, сравнивая с императрицей византийской Феодорой, которую многие все знают. То есть это говорит, конечно, о незурядности женщин. Вот у нас была, вы говорили, из Кремля Татьяна Дмитриевна Панова. Очень серьезный историк, доктор наук. Она же тоже как раз об этом говорила, что как раз почитание и Марии Есени шло от Евросиния Московской, от Евдокии. И очень тоже отрадно, что те люди, кто специалисты, которые изучают летописи, древние летописи, подтверждают незурядность этих святых, что действительно летописные своды сохранили упоминание, что является редкостью для великокняжеских историков, летописцев. Очень нелестные и добрые отзывы летописцев об этих святых. Конечно, были призывы скрупулезно и вдумчиво изучать летописные своды. Это как раз Морозова Людмила Евгеньевна говорила, в которые надо осторожненько к некоторым относиться. Да, ну, трезво и действительно с научным подходом. И что тоже отрадно, что, конечно, вокруг личности Марии Есы не возникают предположения, версии о ее происхождении. И мы знаем о том, что существует несколько версий. Но сейчас проводится научная работа, которая, по сути, уже подходит к тому, чтобы подтвердить ее происхождение. Как осетинки. Как осетинки. Да, причем и генетическая экспертиза проводится, ее останков. Нам показали слайды прекрасные, так сказать, вот, анатомии останков скелета, который был очень аккуратно учеными исследован. Да, вот, надо сказать, батюшка, да, что они не просто пришли, залезли, вытащили как-то так небрежно, а, смотрите, был митрополит, да, фотографии нам показали, когда приехал митрополит. Очень уважительные историки отнеслись. Сам владыка, правящий архиереей Владимирской Суздальской епархии был, наблюдал, смотрел. То есть это... Вообще-то радует, что археологи, они все из них люди верующие, мы это знаем, но отрадно, что они понимают, что для православных людей это не просто косточки. Да. Да, для православных это святые мощи, многие из которых являются и цельбоносными. Исцеление. Вот Владыка же сам рассказывал, какие просто неожиданные исцеления, просто от тяжелейших болезней, были, например, от мощей мученика Авраамия, болгарского, который имеет прямое отношение к Марии и сыне, как ни странно. Ну, это отдельная история, да, но имеет и к ее сыну, и к ней самой. Мы запланировали после конференции, съездили на торжественное богослужение, которое проводил сам Владыка Евлогий в Княгинин монастырь, в присутствии сестер, игумени Олимпиады, совершили такое торжественное богослужение. Мощи Марии и сыне находятся в гробнице. Сейчас Владыка благословил устройство отдельного предела, посвященное этой святой. Ее почитают, записывают чудеса, которые Господь являет через посредство останков, святых останков этой святой. Поэтому, конечно, и ученый мир, который соприкасается с артефактами, с останками святых, слава Богу, понимает, что это святыня, и помогает нам с вами еще более глубоко и более тонко взглянуть в историю и изучить этих святых, даже с точки зрения останков их, в какой-то мере определить их подлинность. Вот и даже происхождение. Сейчас такие научные методики применяются, что можно и определить происхождение этой святой путем анализа. То ли чешка, то ли осетинка. Вообще, конечно, такие полярные мнения. Ну, вы знаете, мы специально... Чехия, Европа. Да, мы как-то специально... Алания. Подчеркивали, что для русского человека эта святая Мария Иссынина дорога только тем, что она является прабабкой наших знаменитых героев нашей истории. Александра Невска, Данила Московского, Ифросиния Московского, Дмитрия Донского. Конечно, интересно, какого она была происхождения. Но мы не замыкаемся именно на этом вопросе. И мы пригласили представителя, и так, священнослужителя, клирика храма Николая Чудотворца в котельнике, да, с Чешского подворья. И приехал отец Александр Галушка и сделал свой доклад, посвященный вообще женщинам, женщинам, святым женщинам. А чехи почитают книги Людмилы Чешскую. Вот вообще образ женщины как таковой, который является образцом и материнства, и служения Отечества, он важен в наше время. И он это подчеркнул, как хорошо, что мы умеем правильно оценить и нести для других поколений вот эти образы, образцы христианского благочестия и служения Отечеству. В общем, интересно, что женщина, великая княгиня, женщина, что называется, самодостаточная, когда сейчас бы сказали, женщина богатая, красиво одевающаяся. Ну, знаете, что пишет летописец, когда произошел страшный пожар во Владимире, то ее муж сел в большое гнездо, он помогал восстановлению соборов. А что пишут о ней? К современнике, что свои драгоценные головные уборы она продала, да, и на вырученные деньги она помогала погорельцам. Значит, во-первых, были красивые головные уборы, да, потом и были роскошные, по всей видимости, раз на вручные деньги можно было поднять и помочь погорельцам, да. Батюшка, ну, смотрите, ну, как для женщины, что это значит все-таки, ну, одежда красивая значит много, чего ж тут греха-то таить. И она, ничтоже сумняшись, все это продает, понимая, что сейчас важнее помочь людям, чем, наверное, стыдно даже ей, может быть, было носить такие красивые головные уборы в то время, когда-то он плачет со всех сторон. Правда? Вот как-то мы должны читать между строк, что тогда в истории было, что тогда происходило. И как помните, Морозова Людмила Гейна рассказывала, что пострадал же Успенский собор, знаменитый, который мы все знаем и любим. И она брала там шелковые ткани свои красивые и затягивала им стены, потому что они обугленные, черные стояли. И чтобы они не были такие, она тоже своей драгоценной ткани пожертвовала на то, чтобы убрать собор. Ну, это удивительное что-то, да? Ну, вот такая искренняя любовь к своему народу, несмотря на то, что все-таки Россия была еще некрепкой державой и было очень много противоречий и даже братоубийственных различных воин среди князей человек вот так вот отдавал себя полностью и дал залог для своих потомков в подражании. Вот и Ферсения Московская, ведь мы говорим о Марии Сыне, ведь она же так же поступала. И когда Москва горела, и когда были моры, что она делала? Она кормила, строила жилища для погорельцев. Вот она очень много делала для своих горожан, подражая своей прабабке. Поэтому, конечно, очень интересно, когда не просто святой, вот он пожил, что-то сделал, какие-то подвиги совершил, его прославляют, но ему не подражают. А мы видим, как вот на протяжении многих веков истории происходит вот такое действие, когда потомки становятся подражателями подвига. Мария Сыня буквально за месяц до своей кончины пошла в монастырь и приняла ангельский образ и завещала себя похоронить в монастыре, который она основала. Ефросиня Московская, подражая ей так же перед кончиной... Это тоже месяц, но чуть больше, да? Месяц, 20 дней. Так же заповедовался похоронить в созданном, заложенном ей монастыре вознесенском. Вот. И так же приняла ангельский образ, так сказать, завершив все свои труды земной жизни, ну, таким кульминационным шагом, соприкасаясь уже с духовным совершенством жизни, духовного совершенства, монашеским образом жизни. Поэтому, конечно, очень интересно такая глубокая и твердая связь между поколениями. Все выложено на сайте храма. Да, если кто-то хочет познакомиться более детально, мы планируем и издать материалы конференции, и кто-то может зайти и посмотреть на сайте материалы. На сайте там как раз сюжет есть. Да. И вы знаете, мне сказали недавно, что представительство Республики Северная Осетия Алания у себя тоже на сайте выложили просто огромное огромный материал посвященный этой конференции. Большое спасибо. Они тоже были, приезжали, снимали. Вы знаете, радостно, что такой интерес оживает, как владыка Евлогии говорит, кто прославляет цветы, прославляет Бога. Он считает это очень важным, важна эту работу. Некоторые говорят действительно, ну что вы там, ну что вы там, а мы же говорим об истории. Мы говорим об истории очень тяжелом периоде русской истории. когда-то централизация только создавалась, и были и сторонники, были противники, и, знаете, батюшка, ну почему сел в большое гнездо, наверное, достиг больших успехов все-таки в такой, в централизации собирания земель. Потому что Мария Есения рядом была, когда тыл прочный, да? Да, конечно, роль женщины в России тоже такой неоспоримый, то есть, конечно, супруги, благочестивые супруги, они своей сплоченностью, своей любовью друг к другу, поддержкой друг друга, они, конечно, влияли, оказывали влияние на многие государственные, так сказать, дела, да, или какие-то общественные дела. Поэтому уже пишутся книги, посвященные святым женам России. И они действительно в очень большую роль играют в том числе и истории. Смотрите, они такую счастливую имели возможность умиротворять, что ли, своих мужей. Понятно, что мужчины в то время были достаточно воинственны. Понятно, надо было охранять собственную территорию, завоевывать чужие, постоянно утверждаться во власти. Конечно, это откладывало наверняка отпечаток на характеры. Они были воинственные. И посмотрите, женщины, они, как говорят, умягчали характеры. Характеры умягчали. И какая была любовь к поверженным врагам. Описывается же история, как все боролся со своими противниками, двоюродными братьями, как ни странно, когда они в очередной битве бросили и матерей своих, и жен своих на милость победителя, и как их приняла Мария Ясыня. они не чувствовали себя совершенно ни заложниками, ни в плену, они жили наравне со всеми. Посмотрите, это удивительно, это же вроде бы враг твой, но это жены и матери врагов. А посмотрите, какое снисхождение. Как, вообще, батюшка, это возможно, особенно в то время было? Ну, видимо, действительно, люди в то время были более цельными, и их характеры они выражали в какой-то мере и христианское совершенство, они уже обладали свойствами подданных христиан и учились милосердию, потому что всегда в экстремальных ситуациях, когда нужно выжить, когда нужно прилагать массу сил для того, чтобы что-то организовать, людей организовать, убедить. Даже воины, например, они могли только тогда увлечь воинство, когда сами были настоящими воинами, когда они могли сами владеть оружием и добиваться своего, и защищать свое Отечество. Также и жены святые, если уж они выходили на передний план, то они уже обладали многими очень замечательными, сильными христианскими свойствами своих душ. И летопись это тоже все сохранила как свидетельство. Осталось у нас три минуты до окончания программы. И мне, конечно же, интересно, я думаю, что и телезрителям тоже интересно узнать, какие у вас планы связаны с личностью Марии Ясенья. Кстати, в самом монастыре говорят, ну, чего вы ее все время Ясенью называете? Она великой Владимирской княгиней Марии. Я говорю, ну, понимаете, ее так называют Карамзин. Но так, как она вошла в историю Ясенья, то есть Осетинка, Аланка, наверное, поэтому, да, великой Владимирской княгиней Марии, какие планы есть в дальнейшем? Мы планируем проводить конференции, посвященные святым женам не только Марии Ясенью, но и Евросинии Московской, и последних наших императорской четы, да, и окружения в разных регионах нашей страны и за рубежом, то есть планируем и в Осетии провести такую конференцию. Сейчас проводим переговоры по провеждению конференции во Владимире, в Суздале с Водикой и Логином встречались и обговаривали эти агниционные моменты. Также планируем здесь, в Москве, провести конференцию, хотим обратиться к наместнику Святого Данила монастыря и в стенах Святого Данила монастыря провести конференцию, посвященную этой Святой Марии и Сыне. Поэтому пока планируем языком конференции объединять заинтересованных лиц для того, чтобы познакомить и прихожан, и ученых друг с другом, и духовенство, ну и, конечно, издательская деятельность. Мы постараемся печатные издания делать, посвященные как раз этим жизни святых. Отец Казан, ну и, конечно, несколько слов о том празднике, который будет 1 июня. Может быть, вы и пригласите телезрителей телеканала «Союз». Не за горами, все достаточно. Время сейчас такое спрессованное, уже голову повернуло, аж понедельник, вторник, уже и воскресенье будет праздник. Это день Дмитрия Данского, ведоки Московской. Новый праздник, установленный Святейшим Синодом. Буквально несколько слов, что планируется быть. Мы планируем традиционно по благословению Святейшего Патриарха память этих святых совершать. Поскольку храм Евросиния Московская у нас уникальный в Москве, то мы, конечно, совершим торжественное богослужение, пригласим архиереев и правящего архиерея векарного и духовенства. Планируем пригласить многодетные семьи со своими детишками поучаствовать в этом торжестве. Организуем концерт и праздничную трапезу. То есть, это будет второй раз, да, вторая, вторая божественная. Второй раз будет божественная литургия, посвященная супружеской чите Дмитрия Донскому и Евросиния Московской. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы приглашаете всех, кто почитает Дмитрия Донскому, Евдокии, Фросиния Московской, принять участие в богослужении и прийти в храм. Да, безусловно. Милости просим. Спасибо большое, Дмитрия Донскому. У нас всегда так время телевизионное слишком быстро бежит. Но я надеюсь, что мы с вами еще встретимся и будем рассказывать нашим телезрителям о том, что происходит в храме, какие еще ведутся общественные, научные, какие проходят конференции. Ну и кто захочет, конечно, всегда может принять участие. Кстати, мы с вами забыли сказать, что конференция закончилась постными. Время поста было. Да. Постными осетинскими пирогами. Невероятно, кстати, вкусными. Да. Благодарим всех участников и тех, кто доставил нам эту радость. Да. Спасибо вам большое, Ваечка. Спасибо. Благодарим. Я, Любовь Евгеньевна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, все, кто смотрел программу «Таинство церкви». И если вам интересна наша конференция, которая проходила в стенах храма в честь преподобной Фрастине Великой Коньгене Московской в Котловке, то я, естественно, обращаю вас к телеканалу «Союз». Вы сможете посмотреть этот сюжет, а на сайте храма вы можете посмотреть более подробно, узнать, кто выступал, какие были доклады. А я хочу еще раз поблагодарить и сам телеканал «Союз», который приехал и освещал эту конференцию, которую освещал и молебен, посвященный Марии Сыне. Телеканал «Союз» – это единственный общественный, воистину народный телеканал. Так что смотрите всегда наш телеканал «Союз». А я с вами прощаюсь и жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов в программе «Таинство церкви». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok